Очередную порцию информации об отставке главы Кабмина Тимира Сариева сегодня выдали некоторые местные информагентства. В любом случае предпосылки к возможному сложению имполномочий последнюю неделю обсуждались как в журналистской экспертной среде, так и депутатами, которые, припоминая Тимиру Сариеву все его самые яркие промахи, направляли с парламентских трибун выклики о том, что надо бы искать ему замену. Чувствительных реформ для простого народа нет. За целый год народ не почувствовал каких-либо на себе реформ. Ну, естественно, и среди депутатов, среди фракций очень много замечаний и недовольств. Я думаю, что в руководящей фракции, в любой из фракций есть депутаты, которые имеют иное видение развития нашего правительства, поэтому любая из фракций, если выйдет из правящей коалиции, здесь уже согласно нашей конституции и регламенту надо будет выбирать нового премьер-министра. Претендентов на пост премьера политологи называют немало. Главный в этом списке – это заместитель главы аппарата президента Суоронбай Джейнбеков, депутат Джугур-Кукенеша Канат Исаев и первый вице-премьер-министр Аллы Карашев. Я так думаю, что в основном там будет, наверное, или представитель СДПК, или приближенный СДПК. Вот поэтому мы должны поставить вопрос по-другому. Пускай кого хотят, они того поставят, но не с этим человеком, чтобы именно правящая партия, их представители должны отвечать за судьбу государства. А туда надо поставить такого ответственного, компетентного человека. А просто вот если исходить из того, что он член нашей партии, то, по-моему, улучшений у нас не будет. Эксперты высказывают мнение о том, что если премьером станет Суоронбай Джейнбеков, то встает вопрос о морально-этнической стороне дальнейшего нахождения на должности его младшего брата Асылбека Шариповича, действующего турага Джугур-Кукенеша. В независимость работы родственников, а в данном случае двух братьев, учитывая менталитет и болезненное отношение у нас к семейственности во власти, мало кто верит. Но будь то Суоронбай Джейнбеков или кто-то другой, от нового главы Кабмина ждут реформ, решительности и политической воли. Одним из самых неустойчивых ветвей власти в Кыргызстане является правительство. Уже 27-й или 28-й премьер готовится стать во главе исполнительного власти. Это отрицательно влияет на экономику. В экономике чуда не бывает. Минимум три года нужно для того, чтобы показать возможности работы этого правительства. К сожалению, коалиция большинства, наверное, приняла решение об отставке правительства, так как есть неписанные правила, по которым я в 7-8 правительстве был членом. Если два раза премьера не принимает президента или два раза в течение месяца полным составом на отчет вызывает на ковер парламент, то многие члены правительства уже готовились к отставке. Между тем депутаты считают, что прежде чем отправлять правительство в отставку, необходимо для начала заслушать отчет по работе за прошлый год и три месяца этого, а уже по его результатам дать коллективную оценку. Но судя по критике, которая шквально обрушивалась в последние дни в парламенте, оценка это больше, чем на неуд, и не тянет. Алексей Немашкал, Нурзата Сыдыкбекова, Бакытко Шалиев, НТС.